Всем привет! Если вы используете компьютер для звукозаписи, но он у вас не оснащен профессиональной музыкальной звуковой картой, то в процессе записи у вас возникает задержка. Она, как правило, небольшая, но она всегда разная. И из-за этого возникают у вас трудности во время сведения многодорожечной звукозаписи. И сейчас я вам покажу один из способов, как легко и просто решить эту проблему, не прибегая к покупке дорогого оборудования. Во-первых, нам нужно и наушники, и колонки подключить к компьютеру параллельно так, чтобы, выключая колонки, у нас не пропадал звук в наушниках. Я делаю это при помощи двойника. Показываю на примере программы Adobe Audition, но вы можете то же самое провернуть в любом другом аудиоредакторе. В режиме мультитрек активируем метроном. Для этого нажимаем вот на эту кнопочку. Если вы не собираетесь использовать метроном как помощник на записи, вы можете его не настраивать, не переживать, и мы потом его отключим, и он никак не повлияет на итоговую запись. Немного отступаем плейхедом от начала записи. Теперь нажимаем правой клавишей мышки на шкалу и переводим ее в режим Bar & Beats. Теперь мы создаем технический участок записи, который поможет нам для нашей синхронизации. Мы полностью приготовились к записи. Взяли в руки музыкальные инструменты, если они у нас есть. Включили микрофон, надели наушники, если нужны. И нажимаем на Rack. И ждем несколько секунд, чтобы звук с колонок попадал в микрофон, и у нас записывался звук именно метронома. Теперь мы, если метроном нам не нужен, отключаем его, нажав на клавишку Mute, и отключаем наши колонки. И делаем запись. Теперь самое интересное. Переходим в то место на нашей записи, где у нас звук попадал только с метронома. Ставим наш плейхед по шкале так, чтобы он попадал на удар метронома. И нажимая клавишку плюс на клавиатуре, мы растягиваем нашу запись так, чтобы масштаб позволял нам точно увидеть, насколько же у нас на записи метроном отстает от метронома на шкале. И теперь нам не нужно ничего измерять и высчитывать. Мы просто передвигаем мышкой нашу запись вперед, таким образом, чтобы удар, который записан на нашей дорожке, соответствовал удару на шкале. При помощи плейхеда мы ориентируемся. Отлично. Теперь одна дорожка у нас уже синхронизирована с метрономом. Теперь мы синхронизируем таким же образом каждую следующую дорожку. Конечно же, у дешевой звуковой карты есть еще и другие недостатки, но, по крайней мере, с частью из них мы справились. Всем пока. Желаю вам удачных записей. Субтитры сделал DimaTorzok